Слава и благодарение нашему Господу за эту прекрасную возможность находиться в Доме, в Доме Божьем. Брат Григорий молился, он в молитве своей сказал, Господи, благодарим за милость Твою, что мы можем находиться в Доме Твоем. И знаете, я свою проповедь назвал «Одна из милостей Божьей» – находиться в Доме Божьем. Знаете, я когда читал на этой неделе один из псалмов, мне он очень понравился, и оно как-то запало в мое сердце, и я хотел сегодня вместе с вами поделиться. Псалом 5, который мы поем, Псалом 5, 8 стих. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. По множеству милости Твоей». Если бы мы могли сосчитать, какие есть милости Божии проявлению к нам людям, «Как Отец милует сынов, так милует Бог боящихся Его». Смотрите, Бог милует. Милость Божия, она велика. Когда читаешь псалмы, и в одном псалме там больше 20 раз говорится «велика милость Его». «Ибо велика милость Его» за то, что Бог сотворил это, начинается от творения, а это красоту, которую Он создал и перечисляется. И после каждого слова «ибо велика милость Его». А потом Он начинает перечислять чудеса, которые Он сотворил. Велика милость Его. И по отношению к народу, потому что посылает хлеб для народа Божия. Велика милость Его. Сколько милости, если мы начнем считать, Бог действительно милостив к нам. В чем Его вот эта милость? Наверное, если бы я вас спросил сегодня, то вы, наверное, сказали, самая большая милость, что Бог сделал к нам, что Он отдал Сына Своего для нашего спасения. Милость Божия. Есть Его великая любовь, которую Он возлюбил людей, без всякой их заслуги, без всяких каких-либо достоинств. Причем Его действия ничем не ограничены и часто непостижимы. Вот это вот милость Божия, Его любовь к нам грешным людям. Милость есть свободное и незаслуживающее благоволение, оказанное лицом высшим к своему положению, тому, кто ниже Его. Вот это милость. Помните, как мы недавно слышали, Денис проповедовал, было два должника, и один должен 10 тысяч, а другой 100 талантов. И он простил. Разве это не милость? Знаете, вот Высший прощает Нишева. Это милость, незаслуженная милость к нам, Бога. Особым, ни с чем не сравнимым, проявлением этой милости является самопожертвование Сына Божия для нашего примирения с Богом, Его крестным подвигом на горе Голгофы, еще до сотворения мира. Это уже была милость Божия к нам грешным людям. Милость Божия проявилась самым возвышенным образом в ниспослании Сына Его. Она открывается нам, людям, в личности Иисуса Христа и стала Слово плотью. Милость, милость Божия. Знаете, когда мы прочитали этот стих, мы услышали, а я по множеству милости Твоей войду в Дом Твой. Это огромная милость войти в Дом Божий. Вы, наверное, никогда не благодарили Бога за то, что мы имеем ноги. И сегодня мы пришли в Дом молитвы. Когда мы благодарили за ноги наши, братья и сестры, что наши ноги полны сил, мы сегодня пришли в Дом молитвы. Знаете, есть такая статистика, статистика о том, что сколько сегодня находится людей, один биллион людей, коллег, находится во всем мире. Один миллион, представляете? А только в Америке два миллиона, point two, на колясках людей. В Америке, представляете? Два миллиона с лишним людей на колясках. Они не имеют возможности ходить, приходить, как мы прочитали. А я по множеству милости Твоей войду в Дом Твой. Они не имеют вот этой милости, как мы сегодня имеем, и не благодарим за это. Знаете, 39 миллионов сегодня слепых людей. Мы как редко благодарим, что Бог дал нам зрение, что нас и глаза видят. Мы сегодня по множеству милости можем войти в Дом Божий, видеть все то, что Бог создал, этот прекрасный мир, по множеству милости Твоей. Знаете, 5 миллионов в мире, point six, они полностью лежат. Они не могут вообще ходить, не передвигаться на колясках. Благодарили ли вы, что вы сегодня ходите, видите, братья и сестры, это великая милость приходить в Дом Божий, поклоняться Ему. 6 point five миллионов ходят, но они ходят с палочками, на костылях, как сегодня наши пожилые люди. Знаете, как мы должны благодарны Богу быть? Мы часто пренебрегаем, чтобы прийти в Дом Божий, чтобы поклониться. Сегодня мы читали такое место, вот этот торжественный праздник, когда Господь Иисус въехал в Иерусалим. В Марка, 11 глава, 11 стихом я сегодня читал, «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, вошел». Знаете, Иисус особо любил этот город, Он любил, Он любил, братья и сестры, посещать храм. Мы читаем, что в Евангелии написано, это в Евангелии от Луки, что Он посещал вместе с родителями этот Дом Божий. И знаете, они ходили всем родством своим, Его двоюродные братишки, сестренки, и все родство это огромное шло в Иерусалим на поклонение. И когда мы читаем Евангелие от Луки во 2 главе 42 стихом, когда он еще был совсем молодым отроком, лет 12, и пришли они так же по обычаю в Иерусалим на праздник, как и сегодня праздник. И 46 стих 2 главы, «Через три дня нашли Его в храме посидящего где? Посреди учителей». Я не знаю, как они вот восприняли молодого отрока, который пришел и вдруг, может быть, присел где-то незаметно с краешку среди учителей народа израильского. Я вот вспоминаю, когда мы часто приходили на молитву братскую, когда Валера Шиндяпин жил, он всегда приходил с своим мальчиком, которому, может быть, было 3-4 годика, Марком. Он всегда приходил, он сидел, слушал. Мы молились, он молился. Знаете, приятно было смотреть, когда отец приучал своего сына к тому служению. Может быть, в дальнейшем он будет тоже служителем. Иисус пришел в храм. Он почему-то подсел там, где сидели учителя. Он любил их слушать, как мы прочитали, среди учителей, слушающих их и спрашивающего их. У него было любопытство к закону Божьему. Он спрашивал, как они это понимают. И все те учителя, которые видели этого мальчика, отрока, они удивлялись, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. Знаете, это был особый мальчик, который Бог вложил в любовь к Дому Божьему, к закону Божьему, к народу Божьему, который он любил. И до того любил, что он плакал, как в этом сегодня празднике мы слышали. Он плакал о своем народе. Он посещал, любил посещать этот храм Божий. И он сказал, что мне должно пребывать в том, что принадлежит Отцу моему. А я по множеству милости войду в Дом Твой. Это милость Божия, что Бог дает нам здоровье посещать храм Его, поклоняться Ему. Псалом 28, 9 стих, 2 полуслищие. Там написаны такие слова. Помните, я дочитаю чуть попозже, но то, что я прочитал Марка 11 глава, в 11 стихе написано Иисус, И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И что Он там делал, написано? И осмотрел все. Иисус прошел по храму, вокруг храма, осмотрел все. Что Его интересовало? Его интересовало все. Как там совершалось служение? Как ложились эти хлеба? Где народ приходил? Где находились язычники? Что там делали? Что там произошло? Вдруг появилось, какие-то стада продают. Он взял веревки, он выгнал, и все стада эти для жертвоприношения прокинул стал именовщиком эти деньги. Он осмотрел все. И как время уже было позднее. Его все интересовало, что происходило в храме. Итак, Псалом 28, 9 стих, и во храме Его все возвещает о Его славе. О Его славе. Там присутствует Бог. Там, где находилась скиния, какой это был особый трепет. Помните, когда только сделали вот эту скинию, вот эту, как палатку-шатер. И знаете, когда Моисей входил, я сегодня почитал во второзаконии или исход книга, входил в эту скинию, когда Господь призывал его, вот эта слава Господня сходила над скинией, и Моисей находился там. И написано, народ, каждый стоял у своей палатки, когда вот эта слава сходила, и каждый в страхе склонялся и поклонялся Богу. Они знали, что там присутствует Бог. Иисуса Христа все интересовало, как народ спешит, как Он приносит жертвы, как Он поклоняется, что происходит. Это Его все интересовало. Вот эта боль, когда находилось то, что не должно быть. Он переживал за это. И знаете, еще один момент, я так когда прочитал на этой неделе один псалом, что происходило там в вечернее время, я так подумал, там было что-то особое. Это одно место, то, что говорится. Псалом 133, первый стих. Смотрите, как здесь написано. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во вратах дома Бога нашего». И вот это слово. «Во время ночи». Во время ночи. Что-то было такое во дворах Господне. Может быть, левиты производили свое служение пением и среди во дворах Господних тоже прославлял хор среди ночи. Что-то было какое-то бдение во время ночи. Прославлялся там Господь. Воздвигните второй стих. «Руки ваши к святилищу и благословите Господа». Иисус все это обходил. Какие-то мысли посещали Его. «Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа». И тогда, третий стих, «Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Какие прекрасные слома! Днем и ночью возносилась слава Господу в храме Господнем. И как хотелось, чтобы и наш дом Божий был наполнен славой, чтобы народ спешил в это место. Сегодня многих нет. Куда эти стопы их повели? Где они сегодня находятся? А я, Псалмопевец говорит, «по множеству милости Твоей войду в дом Твой, войду в дом Твой, чтобы там поклониться». Это милость Божья. Бог дает нам силу в ногах наших, чтобы прийти поклониться Ему. Поэтому Давид в 26-м Псалме 4-м стихом говорит такие слова. «Одного просил я у Господа, и того только ищу. Просил и всегда искал этой возможности пребывать мне где? В доме Господнем, во все дни жизни моей созерцать красоту Господню». Да, когда-то вот этот храм привлекал своей красотой. И ученики сказали, «Господи, посмотри, какие камни, какие здания, какие купола золотые!» Это было красиво! Созерцать красоту Господню, посещать храм Его. Сегодня, может быть, наша не такая церковь красивая, но как хотелось, чтобы вот эти души, которые были каменные, которых Господь коснулся, изменил, дал им сердца плотяные, это красота, красота Господня, новое творение, новая тварь. Созерцать вот эту красоту, которую некогда не знали Господа, а потом полюбили Его. Созерцать красоту в погибших. Господь делал, призывал всех отверженных и грешных и сделал их красивыми внутренней и душой. Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Это великая, одна из милостей, Господь, которой даровал. Он сам любил посещать этот храм. И последний раз Он пришел, как мы сегодня празднуем, в этот храм. Милость Божия еще к народу. Последний раз, проходя в этот храм, проходя через Зерихон, Он последний раз, Он исцелил вот этого в Артемея. В Артемея спас грешника Закхея на пути в Иерусалим. Спас его. Господь любил храм. Господь приходил. Господь молился в храме. Господь переживал за свой народ. И поэтому Он говорит, мне должно пребывать в том, что принадлежит отцу моему. Братья и сестры, хотелось, чтобы это было дорого для нас. Пребывать в том, что принадлежит отцу. Господь оставил нам вот эту книгу, Библию, чтобы могли ее любить. Это книга от отца. Дух Святой написал через святых пророков, чтобы могли любить ее, дорожить ей, благоговеть перед этой книгой, чтобы хранить ее, слагать ее в сердце наше. И дальше Он говорит, поклонюсь святому храму твоему в страхе Твоем, поклонюсь святому храму. Знаете, каждый еврей, когда они оставили Господа, когда они находились в плену, они открывали свои окна, горницы дома по направлению к храму. Там где-то когда-то присутствовала вот эта слава Божия. Они молились, обращая свое лицо туда, к храму Божию. Сегодня мы молимся, мы молимся на всяком месте, не нужно какое-то особое место, в Иерусалим или в Самаре. Господь сегодня присутствует на всяком месте, и мы можем молиться, поклоняться. Бог сегодня ищет совсем других поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. Знаете, Псалом 94, мне нравится, здесь написаны такие слова. «Придите, воспоем Господу», первый стих, «воскликнем Богу твердыни спасения нашего». Он приглашает прийти народ Божий, прийти в Дом Божий, чтобы воспеть Господу песнь, чтобы воспеть Богу песнь с восклицанием твердыни нашего спасения. Вторым стихом он говорит, «Предстанем лицу Его с чем?» Со словами славы, то есть со словословием. В песнях воскликнем Ему. Прославлять Бога в песнях наших. Сегодня Господь был прославлен как Царь, потому что это исполнилось пророчество, то, что пророчествовал пророк Захария, что грядет к тебе Царь праведный, кроткий и спасающий. Спасающий. Дальше мы читаем третьим стихом. «Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами». Действительно, Бог является Царем. И сегодня мы провозгласили Господа Иисуса нашим Царем. Его народ израильский провозгласил Царем. И шестой стих говорит «Придите, поклонимся, припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего». Он приглашает псалмопевец «Придите». Для чего? Чтобы поклониться Господу, Творцу, вот этому Царю, великому Богу, припасть и преклонить колени пред лицом Господа, Творца нашего». Седьмой стих. «Ибо Он есть Бог наш, Бог наш, и мы народ паства Его». Как это прекрасно, быть Его детем, Его овцой. Он является добрым паторем. О, если бы вы послушали Глаза Его, послушали, было бы благословение в вашей жизни. И Он умоляет, не ожесточите сердце вашего. «Придите поклониться Господу». Поклонение Богу есть приближение к Нему с глубоким благоговением. Не для того, чтобы вымолить и выпросить у кого-то или для себя, но чтобы воздать Ему хвалу и отдать свое сердце. Вот что есть это поклонение. Склониться перед Богом в благоговении, поклониться, возблагодарить Его, какой Он чудный у нас Бог. Знаете, небо сегодня поклоняется Богу. Небо сегодня поклоняется и превозносит Сына Его за подвиг, что Он совершил для нас на Голгофе, что Он попрал смерть, воскрес, восторжествовал Собою над силами зла. И в Откровении 4 глава с 8 стиха по 11 стихе там написано, я прочитаю один стих, «Достоин Ты, Господи, принят славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Господь сегодня, мы вспоминаем, много, две тысячи лет назад, принял вот эту славу от народа, был прославлен как царь, достоин Ты, Господи, небо прославляет Его, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и по Твоей воле существует. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Пусть сегодня вот это место возбудит нас поблагодарить Бога за милость, одну из милости, что мы можем ходить в дом Божий, что Господь дал нам наши ноги, что Господь дал нам слух, что наши глаза видят, разве это не милость? А мы за это никогда, может быть, не благодарили. Поклонимся сегодня нашему Господу, нашему Иисусу Христу, принесемую славу. Знаете, Псалом 2, в заключение я хочу сказать двенадцатым стихом. Почтите Сына, почтите. Сегодня особый день, когда был прославлен Иисус. Я хотел сказать, чтобы и вы сегодня почтили Сына и Иисуса, который ради нас принял голговские страдания, чтобы Он не прогневался, и чтобы нам не погибнуть в пусти вашем. Ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него. Почтите Сына. Сегодня мы сейчас молиться будем, принесем честь нашему Господу, что Он добровольно шел в Иерусалим, чтобы умереть, чтобы из этого места, то, что мы прочитали, чтобы оно запечатлелось в нашей памяти. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Псалом 5, 8 стих. Пусть это место останется в нашем сердце. Милость одна из милости, войти в дом Твой и поклониться Ему. И второе, братья и сестры, почтить нашего Господа, почтите Сына. Поклонимся Ему. Аминь. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...